13.06 в городе, 31 декабря, но мы в эфире, в студии, и сейчас программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Азиз Альич, добрый день. Здравствуйте, с наступающим Новым годом, в хорошем настроении, после шейкеров. Может, будем танцевать, а не особое мнение высказывать? Нет, нет, давайте поговорим. Давайте поговорим. У нас сейчас не концертная, конечно, программа будет, другие темы. Но, тем не менее, мы традиционно подводим итоги 2015 года и строим прогнозы на 2016 год. Как пойдет разговор? Я, естественно, как всем спикерам, которые приходят в последние дни, дала задание выбрать наиболее яркие события и тренды на разных уровнях, от регионального до мирового. Так, регион, страна, мировой, да, мир. Наиболее яркие тренды, которые обозначились в 2015 году. И о них поговорим. Но, кроме этого, есть еще несколько небольших пунктов, которые озвучивались в последние дни. Там, изменения ситуации, например, по Платону, по эгоистам, по беспризорникам и мигрантам, которым мы тоже сегодня, так или иначе, на эти темы побеседуем. Да. Давайте начнем с мировых событий, которые в этом году, вы считаете, определили главные тренды. И каковы эти тренды? Ну, что касается экономической, то я бы назвал все-таки падение цены на нефть. Вот самое главное определяющим явилось, потому что для многих стран именно падение цены на нефть, в том числе и для России в конечном итоге. И при этом, несмотря на это, продолжается попытка перехватить инициативу той или иной страной именно в нефтеносных районах земли. Падает цена на нефть или поднимается. Независимо от этого все спорят про это. Второе, значит, это уже тоже как следствие военных действий в борьбе за нефть, скажем так, да, миграционные потоки. Великое переселение народов. Великое переселение народов, которое тоже оказало свое серьезное влияние. Прежде всего на безопасность, я так понимаю. В краткосрочном периоде, в долгосрочном периоде. Прежде всего, я думаю, что безопасность, да, но это главное испытание для людей. Потому что люди должны сейчас очередной раз подумать о том, для чего они вообще в этом мире нужны, почему их создал Бог. Третье, это все-таки события, связанные... Очень долго мы обсуждали эти события, связанные с Грецией. Практически целый год продолжалась эта эпопея. Выборы Сиризы, потом попытка Сиризы, значит, ультиматум поставить там. Ну, про Грецию уже все забыли. К сегодняшнему дню. А ведь это год-то все-таки 15-й, да, согласитесь? А разве не Турция? Вот если вы три таких... По миру? А Турция это наша, как бы, наша российская проблема. А, да, все, я приеду правду, извините. То есть, а Греция, это вот, да, это все-таки Европа. Это вопросы Европе. И там выявилось целый ряд проблем, целый ряд вопросов. В том числе и кто главный в Европе, кто определяет судьбу того или иного народа в Европе. Вот. Это очень хорошие вопросы, которые показывают, что за фасадом, так сказать, объединения... Евросоюза. Евросоюза, да. Всегда, значит, за этим фасадом сидит человек или народ, который управляет Европой, да. А не просто так вот люди собрались, там чисто демократические решения. Это вы сейчас Германию имеете в виду? Я имею в виду Германию, Францию и кукловодов, там, из Соединенных Штатов Америки. То есть, вот, собственно говоря, такой взгляд на эти события. Так, давайте возьмем один из этих трендов и поподробнее его разберем. Вот у нас есть экономический фактор, есть переселение народов великое, как вызов людям Европы прежде всего, да. И третье, это судьба Евросоюза. Но я бы, если вы не против, предложила вам рассмотреть вопрос о переселении народов и испытаний, которые оно несет всем, кто проживает в Европе. Может быть, я ошибаюсь, может быть, Америка здесь тоже имеет какое-то значение, потому что, в конце концов, Канада же перевозит сейчас к себе часть. Ну, я думаю, что это для вида частями, да, посмотрим, кого перевезем, значит, ну, Канада всю жизнь, вы знаете, что у них и программы эти есть, любой человек может подать заявление, но они будут брать, значит, тех, у кого там, знаете, по баллам считают. Да, родственники есть, образованные есть. Да, 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 там, ученые ты, не ученые, какие финансы там и так далее. Потом Канада ведь не очень сильно заселенная страна. Поэтому у них большой интерес. Но, с другой стороны, они не берут всех подряд. Европу-то все подряд приходят под видом, значит, беженцев, небеженцев. И выдержит ли, например, социальная система и финансовая система Европы такого достаточно большого количества потока людей? Я сегодня по Евроньюсу видела заявление властей Бельгии о том, что в столице отменены новогодние празднования. Вот это для меня, я даже не знаю, не то, что удивило, а я думаю, что... Это разве не показатель градуса напряженности, который есть? Вот это уже официальное заявление властей о том, что действительно опасно становится в городах Европы. Да, с одной стороны, это показатель градуса, с другой стороны, это очередная провокация для коренного населения этих стран. Что вы имеете? Ну, если я в своей стране не могу отметить праздник, который я веками отмечал, значит, у меня всегда возникает вопрос, кто виноват. Ну, насколько я понимаю, все-таки власти Европы, они максимально скрывали все негативные последствия вот этого великого исхода. Старались скрывать, да, максимально. Потому что в интернете мы, конечно, встречаем очень много писаний и заявлений и об изнасиловании на улицах, и о нападениях, о грабежах и так далее. Но это все сдерживалось. И драках, и там, так называемой, в кавычках, так сказать, шариатской полиции на улицах. А здесь уже власти просто взвесив все, то есть безопасность населения и провокацию, как вы говорите, все-таки стали на сторону безопасности. Какими бы провокационными не казались? Я думаю, что можно так сказать, что они стали на сторону безопасности, но это попытка, ну, скажем так, таким запрещением убрать с себя ответственность за то, что может произойти в новогоднюю ночь. То есть именно в праздничную. Потому что все эти, то, о чем вы говорите, что скрывали, они просто скрывали официально, а мы знаем, что и те люди, которые живут, и с кем мы имеем там какие-то контакты, кто-то там письма пишет и говорит о чем-то, все они ни для кого не тайна, что вопросы с безопасностью стали действительно серьезными. Так, извините, объявлять об этом официально в Новый год, это признание бессилия государственной системы. Вот. То есть государства Европы такими заявлениями признают свое бессилие перед, теперь уже получается, угрозой, которую принесли с собой мигранты. Да. Что будет дальше? Вы говорите, что вот это переселение народов, оно вызов для каждого человека, и вопрос неподумочный называется. Что могут люди сделать? Что пересмотреть они должны или могут? Я думаю, что люди должны многое пересмотреть. Люди должны пересмотреть отношения друг к другу, сосед к соседу. То есть теперь уже, что касается того, что даже у нас там человек не знает, кто напротив в многоквартирном доме живет, такие вещи должны уходить в этой ситуации, в прошлое. То есть мы должны знать, кто наши соседи, кто ходит вокруг. То есть это не то, что бдительность. Это то, как раньше, когда мы жили во дворе, мы сразу видели, идет чужак. И все либо знали, куда он идет, либо, значит, к нему был вопрос практически у первого дома. А, значит, здрасте, ты куда идешь, к кому ты пришел, кого ты ищешь, там, и так далее, и так далее. То есть вот такое вот коллективное взаимодействие, помогающее людям выжить в этой достаточно опасной ситуации, потому что... Но взаимодействие коллективное в Европе-то на высоте всегда было. Ну, не знаю. Там было, может быть, то, что у нас называется доносительством, как бы, да, но взаимодействие между соседями, оказание там друг другу помощи, там всегда было масса вопросов. То есть сосед соседу иногда может не знать, а иногда и не помогал. Ну, это довольно сложная ситуация, потому что государство, например, распорядиться, чтобы сосед любил соседа и там отслеживал, что происходит вокруг, помогая ближнему своему, не может. Зато государство может усилить... Ну, смотрите, у государства, у любого государства, то, с чем я столкнулся в той же Европе... Контрольной функции силовых структур. Как раз с помощью этой функции у государства в руках огромная пропагандистская машина. И то, что пропагандируется через эту машину, то у государства, собственно, в этом государстве и принимается в основном большим количеством людей. И если там не пропагандировалось нормальное отношение друг к другу, с соседем, душевное взаимодействие, а пропагандировалось так называемая толерантность, то, соответственно, люди толерантности преповедовали. И вдруг люди, проповедующие толерантность, сталкиваются с тем, что те, к кому они толерантно относились, относятся к ним нетолерантно. Вы представляете, какая ломка, какой снос крыши, какой разрыв шаблона у людей происходит? Это стресс, это транс в определенной степени. И в этот момент, в момент такой ломки стереотипа в голове, человеку ведь можно внушить все, что угодно. Самое плохое можно внушить. Я уж не буду, так сказать, называть, что там, чего можно внушить. И, соответственно, это приводит, именно это, напряженность же, она не просто сама по себе возникает, она возникает в сознании людей и потом передается в действительность. То есть вопрос, чисто марксистский вопрос, тут не стоит, что первично бытие или сознание, вопрос стоит о том, что мы сегодня через это сознание определяем бытие. То есть государственная машина одно, у людей разрыв шаблона, они понимают, что что-то тут не так, что-то не соответствует. В какую сторону европейцы могут пересмотреть свою ценность? А я думаю, что, скорее всего... Сохранять свою толерантность и будут принимать, ассимилировать, пытаться мигрантов, либо наоборот. Смотрите, мы с вами много раз говорили, и вы знаете, что я не очень уважаю слово толерантность. Для меня важнее слово уважение. Я думаю, что все будут двигаться в этом направлении. Если я к тебе с уважением отношусь, но если ты ко мне не с уважением относишься, то тебе нечего делать в моей стране. Понятно. Давайте перейдем в нашу страну и поговорим о тех тенденциях, которые в 2015 году нарисовали здесь у нас. Экономика? Ну, есть масса вопросов в внутренней политике, во внешней политике, во внешнеэкономической политике. То есть мы с вами знаем санкции, мы знаем прекращение строительства Южного потока, потом так называемого Турецкого потока по определенным, четко понятным причинам. Далее мы знаем, значит, ситуацию с взысканием через Трецейский суд долгов, так называемых, ну, не долгов, а ущерба по делу Юкоса. Юкоса? Да. Ну, и есть масса других, ну, внешнеэкономически понятно, это Сирия, Турция и так далее, и есть масса других внутренних проблем. Многие из которых, например, были озвучены на Московском экономическом форуме, причем озвучены в таком неприкрыто-открытом, вот то, чего я всегда очень люблю, потому что люди не вуалируют то, что хотят сказать, а напрямую говорят. Классное место, классные дискуссии, потому что именно только в таком случае, не вуалируя, когда ты говоришь, возникают вопросы, на которые можно ответить. Банкротство трансаэра, то есть такие вот, что можно еще. Ну, главное событие все-таки я должен тоже назвать, это все-таки 70-летие Победы, для каждого из нас он важен. 15-й год – это год 70-летия Победы. Ну, и масса других было вопросов, что касается дела губернаторов, значит, что касается... У наших соседей. У нас, ну, там, Асахалин. Асахалин, да. Да, да, да. То есть, когда мы видим, что люди, которых назначает фактически президент, действуют вопреки интересам народа. То есть, президентской ситы не является панацеей от того, чтобы во власти появлялись такие люди. Значит, механизм не работает. Значит, нужно либо этот механизм корректировать, либо его совершенствовать, либо его менять. Давайте мы обозначим тогда несколько вещей, о которых вы сказали, вот что касается страны и экономического состояния. Ну, самое простое, что это выражает, это курс рубля, да, который у нас упал в два раза практически. И подниматься не собирается. Вот буквально на днях Владимир Сизов, ректор Агатского социально-экономического института, он прогнозировал, что доллар будет стоить 85 рублей к маю-июню следующего года. Вы с ним согласны? То есть, это еще не потолок, и рубль будет падать и в следующем году? Смотрите, я и раньше высказывал, что не вижу, значит, вот если мы будем управлять правильной экономикой, не вижу вообще оснований для роста курса доллара. И сказать, что я не согласен с Сизовым, значит, очередной раз, там, условно говоря, если мы с вами будем говорить, через полгода, должен вернуться и снова сказать, черт, курс-то уже даже не 85, а 90 там стал, да? То есть, вы считаете, он, скорее всего, будет таким? Значит, да, и объясню почему. Посмотрите, во время последнего выступления, значит, президента нашего Путина, во время последних ответов на вопросы с журналистом, когда ему, да, задали вопросы про правоистство, экономический блок, он сказал, что, ну, во-первых, он сказал, что они действуют в правильном направлении, во-вторых, он сказал, что если что не так, то и я в этом тоже виноват. Значит, для меня... То есть, он защитил своих просто? Вот этими двумя... Он защитил своих, а я тогда ему кто? А вы ему кто? Вы не свои? То есть, мы все здесь свои. Нужно переставать, как бы, вот так вот делить людей. Вот это мои, а это не мои. Значит, люди-то, значит, от экономической политики, которую мы сегодня имеем, страдают, и курс доллара прямое следствие неправильной экономической политики. Еще раз говорю, мы третий год с вами работаем в условиях кризиса, санкций и так далее. И третий год мы не видим внятной стратегии тактики экономической правительства. Зато Медведев сам себя похвалил. Мы выполнили все, что предусматривалось стратегией преодоления кризиса. Себя похвалило и наше, там, областное, там, условно говоря, правительство. Ну, себя не похвалишь, кто же тебя похвалит? Ну, хорошо. А здесь, Ильич, правильно я понимаю, что если мы в мае-июне месяце увидим доллар по 80-85, это значит, что наше правительство, его экономический блок по-прежнему не справляется с ситуацией? Абсолютно верно. Я считаю, что правительство не то, что в следующем году, оно должно было в прошлое лето уйти в отставку с такой политикой. Я имею в виду экономический блок правительства, потому что оно абсолютно неверное. И есть вещи, которые классические, ну, классика, которую я повторяю все время, значит, бизнес и промышленность до сих пор не знают краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные задачи. Бизнес и промышленность до сих пор не знают, какие приоритетные направления, кроме слова импортозамещения, которое нас всех сначала вдохновило, какие направления являются особо приоритетными и как они поддерживаются государством. Я зацеплюсь сейчас за слово импортозамещения. Нас им, как вы сказали, вдохновили, а что по факту оказалось? Ничего. Потому что нет денег на то, чтобы стимулировать развитие предприятий импортозамещения? Денег полно, просто они направляются не туда. А куда направляются? Ну, по стратегии вы помните, что там триллионы рублей ушли в банковскую систему. Для промышленной предусматривалось для производства 600 миллиардов. Но тут у нас образовался... Значит, из них треть, по-моему, до сих пор не израсходована, а те, которые израсходованы, мы не знаем, какой результат получат. Но тут у нас образовались Украина и Сирия. Я думаю, что при правильной экономической... И нужно было поддерживать военно-промышленный комплекс. При правильной экономической политике Украина и Сирия – это капля в море. То есть, вот ясно. А где деньги-то тогда? Вот, вы мне задаете вопрос. Да, Азиз Салевич, где деньги? Если капля в море, а поддержка военно-промышленного комплекса. Если мы знаем, сколько пошло на поддержание банков, то то, что вы говорите, большими там... Я точно знаю, что они не в экономике, что они не способствуют развитию экономики, что они не помогают развитию промышленности, что они не стимулируют инфортозамещение. Я знаю, что они где-то оборачиваются на каких-то счетах, где-то там копятся, на них покупаются какие-то несчастные доллары, там, евро. Потому что что, население поднимает, что ли, курс доллара? Не нефть поднимает курс доллара? Конечно, население. Вы же помните, что нам ограничили возможность обменивать валюту? Ну, не население. Пусть сколько угодно ограничивают. Вы посмотрите, никто из-за того, что ограничили, значит, возможность покупки, значит, какие-то доллары, да, никто за это возмущаться не будет. Еще раз говорю, вот, 90% населения не имеет накоплений для покупки долларов. Им наплевать. Так посмотрите, кто покупает-то. Ведь покупают те, которые имеют доступ к большим деньгам. А откуда большие деньги? Из правительства и Центробанка. Как они попадают к тем людям, которые быстро их обменивают на доллары? Ко мне вопросы? Да, ваше особое мнение мы сегодня слушаем. Вы бы кому вопрос этот задали? Центробанку, Медведеву. Да, задавать им бесполезно эти вопросы. Я считаю, что они должны уйти. В стране есть люди, есть люди, которые могут в ближайшие в течение 2-3 года привести в экономику нормальное состояние. Это какие люди? Фамилии? Ну, пожалуйста, тот же Глазьев, который является советником президента. Пожалуйста, тот же Потапенко, предприниматель, который с конкретными выступает предложениями. Ну, так можно ведь, собственно говоря, поискать. Реально есть люди. Ну, вот следующий вопрос. А они есть, главное, что на виду, понимаете? То есть, и у ближнего круга они тоже, в ближнем кругу они тоже есть? Перед глазами. Перед глазами Владимир Владимирович. Я, слово ближний круг мне не нравится. Хорошо, перед глазами. Потому что ближний круг у него, значит, до сих пор он ближний круг все убирает, выбирает, и все оказывается корыстно и неспособно, как бы, управлять, или неспособно управлять экономикой людей. Алиса Агаев в программе «Особое мнение». Следующий год, 2016-й, это год выборный. Мы будем выбирать депутатов Госдумы, будем выбирать депутатов нашего законодательного собрания. Борьба предвыборная уже началась. И мы вчера, когда разбирали итоги года, рейтинг людей года по версии бизнес-новостей в Кирове, Олег Пахаренко, которого вы хорошо знаете, бывший главный редактор, он обратил наше внимание на политиков года, в которых несколько человек новых появились. Это Сергей Мамаев, как ни странно, новый, Азимф Рахим. В смысле Сергей Мамаев, депутат? Он впервые появился в рейтинге, я имею в виду. Сергей Мамаев, депутат, Сергей Павлинович, Олег Дрианович Валенчук, и обратил внимание на Владимира Васильевича Быкова. Он обозначил их как людей, которые являются кандидатами на выдвижение депутатов Госдумы. Вот. Да. Вот эти люди, которые, возможно, пойдут в Госдуму, мы такой делаем мостик сейчас между страной и регионом. Вот эти четыре человека, вы считаете, смогут серьезно работать во благо нашей области и что-то изменить на уровне страны в том числе, поскольку они будут законодательными практически? Давайте, смотрите, еще раз говорю, что я сейчас буду оценивать их с точки зрения как политиков, деловых качеств, да, потому что у нас люди очень ревностно относятся, когда начинаешь говорить о них. Конечно. Да, поэтому... И вы бы тоже, наверное, ревностно отнеслись, если бы... Я бы дискутировал, потому что... Потому что я уже посмотрел, как это все выглядит со стороны, и для себя решил, что если люди будут обсуждать мои деловые качества и там способность к политике, я не буду ревностно относиться, я буду с ними обсуждать, потому что каждый вопрос о моих недостатках заставляет меня задумываться, а такой я или не такой. И если я такой, то я исправлюсь, а если я не такой, так слава Богу, я получу эту информацию. Для того, чтобы развивать, человек должен получать из окружающей среды обратную связь. Это тоже классика. И если человек закрывается от правильной обратной связи, точной обратной связи, он не развивается. Ну и те, кто не хотят развиваться, пусть гниют сами по себе. Смотрите, двое из этого списка, вы четверых назвали. Они сегодня депутаты Государственной Думы. Да, это Сергей Павлинович Мамаев. И Олег Дорьянович. И Олег Дорьянович Валенчук. Значит, я сегодняшнюю деятельность Государственной Думы оцениваю отрицательно. По тем законам, которые принимаются, я ни разу не видел, чтобы Сергей Павлинович или Олег Дорьянович подняли свой голос против того или иного закона, который принимается. Против экономики, против бизнеса и так далее. Я не видел, чтобы они открыто дискутировали на страницах областной прессы, говорили, что смотрите, вот такой-то экономический закон, мы категорически против нашей фракции и так далее. Справедливости ради надо сказать, что Сергей Павлинович относительно определенных законов, социальных и так далее, выступал. Не вопрос. Это означает, что у них либо нет понимания, тоже, потому что они же все-таки законодатель, должны понимать, ну, идешь в государство, должен понимать, у тебя должно быть свое видение. Как ты видишь управление этой страной? Потому что ты же оцениваешь деятельность правительства, ты должен свои какие-то предложения выдвигать, да? В этом смысле я с Никитой Юрьевичем, например, согласен очень часто, когда он говорит, что вы делите вместе со мной ответственность за состояние социально-экономического положения в области, да? Каждый депутат законодательного собрать. И вот я думаю, что эти люди сегодня, с моей точки зрения, как политики, недостойны быть в Государственной Думе. Теперь, что касается двух других, значит, стал бы я голосовать за, значит, например, Рахима Азимова, не знаю, я бы подумал. Я пока не знаю, каждый день я, правда, вижу и смотрю на его фотографию, она стоит на баннерах, да, улица Щерса, я еду каждый раз, смотрю, о, Рахим Азимов, интересно, выглядит интересно, да, но, извините, я не знаю, что у него в голове. Это человек новый. Я вообще очень, ну, не то что плохо, а с осторожностью относюсь к варягам, да? Смотрите, приехал Антонов, замгубернатора, провел выборы Никиты, ушел, значит, в Госдуму от Кировской области, и теперь он зам, значит, губернатора, там, Нижегородской области. Понятно, что он делает себе карьеру, понятно, может быть, он скоро окажется, вот, один из тех, кто, вы говорите, на виду у президента, или там еще у кого-то, может быть, он еще куда-то там прыгнет, там, выше, да? Или тот же Тимченко, например, который тоже варяг, он никакого отношения к области не имеет. И я говорил и говорю, что у них нет оснований любить Кировскую область, как часть нашей большой области. Может быть, если бы они любили просто страну, этого было бы достаточно? Я не знаю. Да, у нас перерыв, нам показывает наш звукорежиссер, что мы должны прерваться на рекламу, через две минуты мы вернемся, напоминаю особое мнение Азиза Агаева. Да, действительно, программа «Особое мнение» у микрофона Светланы Занько и свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Азиз Альфович, мы с вами остановились на политиках года и четырех персонах, которых Олег Прокоренко вчера в эфире «Одневного разворота» назвал кандидатами в Государственную Думу. Ну вот вы спросили, может быть, достаточно было им любить Россию? Знаете, нельзя просто Россию любить, ты всегда любишь что-то конкретное, ты любишь какое-то место, ты любишь, где ты родился, ты любишь, значит, места, где у тебя друзья живут, родственники там, места, где ты учился там, понимаете? Нельзя просто так вот, ну, абстрактно любить, ну, что посмотрел на карте, о, вот она Россия, которую я люблю, понимаете? И вот, если они любят, значит, Россию, имея в виду Нижегородскую область, например, Антонов, так пусть избирается Нижегородская область. А мы из Кировской, любящей Россию, найдем человека, который любит Россию и ее часть Кировской области, понимаете? Или Тимченко, который там Тюменскую область, например, там нефтяные скважины там Тюменской области, вот любит и избирается. Так пусть он избирается от Тюменской области там, понимаете? Ну, вот есть Владимир Васильевич Быков, которого тоже называют кандидатом в возможную депутату Государства. Вот недавно он поздравлял нас тут с 20-летием нашей компании, значит, спасибо вам большое там за поздравление, поздравляю его тоже с наступающим Новым годом. Вот, смотрите, та политика, связанная с экономикой города Кирова и с бизнесом, она мне не нравится. То есть я бы, как за депутата Государственной Думы, за него бы не проголосовал. Потому что человек, который не сумел выстроить диалог в городе между общественностью и, значит, властью. То есть это показатель для меня лично. Что касается стратегии развития города. Вы после того, как стратегию развития города утвердили, вы слышали, значит, что ее меняли, корректировали, что она там соответствует, не соответствует. Она не очень понятна вообще, мне кажется, даже самим чиновникам, которые тоже должны знать, что она есть. Поэтому вот с точки зрения как федерального политика, как бы, ну, политика федерального там уровня, я его не вижу. Ну, потому что нужно дорасти до этого. То есть нужно уметь, ну, с другой стороны, у нас ведь другое представление о том, как должно. Ну, вот у меня свое представление, как должно управляться. Ази Саревич, в следующем году будет выбор в областной законодательное собрание. Вы, человек, у которого есть свое представление о том, как должно управляться, не хотите ли пойти на выборы в качестве кандидата? Так, провокация прошла. Нет, нет, это вопрос. Ну, ведь это очень важно, чтобы там были люди, вы сами говорили, у которых есть представление, как должно быть. Смотрите, я много раз заявлял, что для меня статус не важен. Я думаю, что я своими поступками много раз подтверждал, что... И вы много раз, наверное, уже убедились, что статус все-таки важен. Для меня важно наличие механизма. Статус не важен. Посмотрите, сколько депутатов в ЗАГС собрания, имеющих статус бесполезный. Ну, так потому что, может быть, они не знают как раз... Давайте вы четко ответите. Вы, может быть, в этом году решитесь и пойдете на выборы в ЗАГС Кировской области? Не думал над этим вопросом, не думал. Ну, давайте обсудим. Да. Давайте обсудим и поговорим на этот счет. Потому что я, если я не думал над этим вопросом, как я вам отвечу? То есть для меня, если вы спросите, страшно бы вам было стать депутатом? Нет, не страшно. Смог бы я участвовать в предвыборной кампании? Конечно бы смог. Да. Уверен ли я, что я прошел бы? Уверен. Ни каких вопросов... Вы уверены, что вы прошли бы в ЗАГС? Тогда что вам мешает, Азиз Алиевич? Активная позиция есть, знание есть, понимание, желание есть. Уверен, что пройдете? Смотрите, я вот смотрю на Дмитрия Русских. Который заявил буквально в декабре месяце, что устал и хочет уйти. Да. Почему? Потому что, например, одному туда идти никакого смысла нет. Нужно идти с командой. Нужно идти с определенной и четко последовательной командой, которая будет, а, нетрусливыми, и, б, нежадными. То есть люди должны идти туда чисто из романтических и идеалистических соображений. Поэтому... Вы в это верите, что ли? Верю. Если бы я в это не верил... На каких бы то ни было выборах... Если бы я в это не верил, значит, тогда надо уходить в пустыню, в монастырь, да куда угодно. Или напиться и уже не просыпаться. Тогда Азиз Алиевич 100% нужно попробовать. Только если будет достойная команда. Вот вчера, кстати говоря, Михаил Курашин, замспикера ОЗС, он то же самое сказал, что он пока не скажет, идет он или не идет пока, не обсудит это со своей командой и не поймет, кто идет вместе с ним. Я так думаю, что это, конечно, было кокетство, он явно пойдет. Но, тем не менее, он сказал примерно то же самое, что и вы, что, конечно, без команды делать нечего. Смотрите, я не хотел бы, чтобы проводили параллели между мной и Курашиным, потому что мы абсолютно разные люди. И абсолютно разный смысл вкладываем в эти слова. И потому что Курашин уже со своей командой имеют опыт работы. И его опыт показывает, что они не всегда... Его команда, о которой он говорит, что не всегда достойно представляли избирателей Кировской области в законодательном собрании. А больше занимались соглашательством. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что, например, быть с Курашиным в одной команде я бы не хотел. Я бы не хотел, чтобы, например, Курашинская команда вообще на следующий срок прошла. Совсем другую команду я вижу. То есть людей деловых, людей, создавших что-то от руки. Потому что, когда я сравниваю сегодняшний созыв законодательного собрания с четвертым, с третьим созывом, с предыдущими созывами, то я вижу, что там как небо и земля разница. У нас сейчас какой, кстати, созыв? Пятый. Пятый созыв? Пятый. Да? Кажется мне. Вы так смотрите, что я уже стала сомневаться. Ну вот остается буквально три минуты. Я, во-первых, хотела вас порадовать тем, что в Госдуму внесено предложение секретарем Генсовета Единой России Сергеем Неверовым с требованием обязательного участия в дебатах кандидатов различного уровня и кандидатов в губернаторы, кандидатов в депутаты Госдумы, открытых дебатов в СМИ. Это то, что, наверное, вас бы порадовало. Да. Причем должны принимать самостоятельное участие здесь кандидаты, а не их представители. Да. Вот это вас бы, наверное, порадовало. А второе, чтобы, я не знаю, порадует вас или нет, мы же видим еще согласно рейтингам людей года по версии бизнес-новостей, Киры тоже вчера обсуждали, присутствие среди политиков года, среди общественных деятелей года и, по-моему, среди бизнесменов, если мне память не изменяет, Валерия Васильевича Крепостнова на первых позициях. И также, по мнению экспертов, Валерий Васильевич, в общем, рассчитывает, вероятно, в этом году, в выборном году, тоже занять определенное место, и ему прочит место спикера нашего законодательного собрания. Вот вы с таким спикером работали бы в законодательном собрании Кировской области? Мне так кажется, вы с кем угодно могли бы работать, лишь бы можно было обсуждать, нет? Если дело будет... Извините, что я за вас отвечаю. Ну, я бы... Даже вопрос не в том, чтобы обсуждать. То есть, в зависимости от того, какие будет ставить цели спикер, я готов работать с любым спикером. То есть, если это цели, значит, во главе цели стоят интересы все-таки людей и области, а не личные интересы, не желание посидеть в этом кресле, да, как в некоторых, то не вопрос. Но Валерия Васильевича обвинять в том, что он желает просто посидеть, невозможно, очень деятельный человек. Ну, достаточно деятельный, энергичный, да. Да. Но, еще раз говорю, нужно смотреть, из каких целей человек будет исходить. Ну, мы, значит, вернемся еще к этому вопросу, раз вы говорите, что давайте обсудим. Я имею в виду возможность вашего движения в качестве кандидатов в депутату ОЗС. А сейчас у нас есть минута, чтобы поздравить кировчан с Новым годом. Да, дорогие кировчане, дорогие земляки. Вы завершаете цикл наших особых мнений в этом году. Да, посмотрите, какой почетной мне выпала почетная миссия. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я очень уверен, что в Новом году мы выйдем в этот Новый год, и в Новом году будем лучше мы, как люди. Я не говорю о том, что мы будем богаче, и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы мы все были счастливее, и всем это желаю. Я хочу, чтобы мы были справедливее. Я хочу, чтобы мы очень любили своих близких и старались помочь друг другу. Хочу, чтобы мы не жалели душевного тепла для окружающих, и всем этого желаю. Азиз Агаев, в программе «Особое мнение». Благодарю за участие. Ну, и я тоже прощаюсь, меня уже в эфире не будет в этом году. Поэтому тоже поздравляю вас, дорогие мои, уважаемые, любимые слушатели, с Новым годом. Всех благ, здоровья. До свидания.